Друзья, всем привет! Сейчас я нахожусь в офисе у компании Дёркин. Сегодня мы будем снимать видеоинструкцию по монтажу пленки диффузионной мембраны, которая называется Дельта Альпина. Вот так вот у нас выглядит стенд. Это Игорь, технический специалист компании Дёркин. Он как раз будет рассказывать о том, что это за пленка, вообще для чего она нужна и как правильно ее смонтировать. Игорь, в двух словах. Да, в двух словах, пожалуйста, расскажи о том, что это за пленка, в чем ее особенность, потому что и так у нас в принципе, ну вернее у вас большой ассортимент разных пленок, вот, это одна из них. У нее есть какая-то фишка, да, у этой пленки? Совершенно верно. Ну, если в двух словах, то эта пленка относится к материалам, сделанным из, ну, по полиуретановой технологии. Это диффузионная мембрана. Как у мембраны, у этого материала есть какой-то коэффициент СД. Среди всех материалов, именно мембранных, у пленки Дельта Альпина он наиболее высокий. То есть, можно сказать... Более высокие, это что значит? Ну, СД 30 сантиметров. Большая паропроницаемость, правильно? Наоборот, низкая. Она сильно сопротивляется. Она больше всех сопротивляется среди мембран. А тем не менее, она относится к классу мембран, потому что мембрана это или нет, это всегда диапазон. То есть, нет такого, что вот только такое значение должна иметь пленка. Всегда идет именно диапазон. А в чем особенность? Вот... О, не сколько ты еще рассказал? 30 сантиметров. 30 сантиметров. Да. Вот в чем особенность? Смотрите, когда мы говорим, для чего она нужна, мы попадаем в тему выбора материалов. Пару слов расскажу о том, как это устроено в Германии. Есть в Германии так называемый Центральный союз кровищников Германии, ЗВДХ. И это такая организация, которая полностью стандартизирует, описывает все методы, указывает, как можно, как нельзя. В общем, она вот всеобъемлющие эту работу ведет. Она начала работу свою почти 100 лет назад, 1924 год. Со своей немецкой педантичностью они это все-все-все прописывают. У них такой подход, что есть всего 6 классов систем подкровельной изоляции. Класс в себя, понятие класс, включает сама пленка. У самой пленки тоже бывают классы. Я сейчас говорю даже не про класс пленки, а про класс системы. Так вот, в это понятие входит сама пленка. Какая она? Она там не везде одинаковая, может быть. Как она используется? Ну, грубо говоря, с провисом и в натяг. Это уже разное использование. Или используется, если она на сплошное основание. Это уже третий вид использования. И аксессуары, с которыми она применяется. Например, ты будешь проклеивать пленку или нет? У этого же разные классы, получается. Ты будешь уплотнительную ленту уплотнить? Ее можно не проклеивать? На каких-то классах, да. Ты, конечно, можешь не проклеивать, просто у тебя будет другой класс. Если ты альпину установишь на стропила с провисом, пленка, которая рассчитана для первого класса, она будет у тебя шестым. То есть ты методом применения ее как бы снизил. Это бессмысленно делать на самом деле, тем более платят такие деньги высокие. Так вот, шесть классов. Самый шестой, самый плохой, ненадежный. Это просто пленка с провисом. Причем сама пленка тоже может быть категорией B или C. Там всего A, B и C. Первый класс, самый надежный, это когда материал изоляционный. Какая первая функция для пленок? Скажи, пожалуйста, вот в чем, почему, вернее так, какая самая главная функция для мембран? Вот твой ответ, какой? Три функции я всегда говорю. Нет, самую главную назови. Вот такой упрощенный вопрос. Ну, мембрана пар пропускает. Пар пропускает, отлично. А вторые две какие? Вторые, это защита кровельного пирога от конденсатора и создание воздухоизоляционного контура. Отлично. Ну, смотрите. Ну, если мы говорим там в кровле, если есть какая-то протечка, то, соответственно, если у тебя там труба где-то протекает, то она должна страховать. То есть, соответственно, у тебя вода, если ты качественно сделал гидроизоляционную пленку, не должна попасть в кровельный пирог. При протечках. А на что дается вообще гарантия обычно? Гарантия? Да, вот производитель гарантирует, что он гарантирует? Как понять? Ну, на что гарантию дать? Любой производитель. Ну, с точки зрения потребителя я тебе сейчас скажу. Ну, скажи. С точки зрения потребителя мне важно, чтобы ту кровлю, которую я сделала, она работала там в течение 50 лет. Если я беру качественные материалы. Там, например, хорошую кровлю, например, из металлочерепицы с покрытием пурал. Хорошие пленки, да, которые там служат тоже лет по 50. Ну, давай чуть-чуть дальше. Основная задача, чтобы эта пленка служила долгое время. Производитель дает гарантию всегда на водонепроницаемость. То есть, пленка, мембрана или просто водоизоляционная пленка, она должна воду не пропускать. Вот ты сказал, что паропроницаемость. Я сейчас нарисую один график. Вот. Мы говорим конкретно про мембрану, правильно? Вообще про любую, если мы говорим, кроме пароизоляции, водоизоляционная и мембрана. То есть, пленки, которые сверху кровли используются, а не снизу. Так вот, Т – время. Вот эта часть, вот эта самая водонепроницаемость измеряется в чем? В чем? В водяном столбе. В водяном столбе. Чем выше водяной столб, тем лучше. Пишу W. Изначально у пленки какая-то характеристика по водяному столбу есть. Что произойдет с ней со временем? Ухудшаться. Она будет уменьшаться, правильно? Да. Она не так уменьшается, потому что старение происходит. Она, естественно, не такой график. Я сейчас упрощу, но просто я покажу, что она внизу идет. А теперь, например, если взять, как ты сказал, самая главная функция паропроницаемость. Зеленую беру. Она паропроницаемость, допустим, какая? Улучшаются. Правильно? Ну, тогда нарисуем вот такой график, где то же время, но чем ниже паропроницаемость. Сначала она низкая, да? Какая-то. А дальше она что? Она еще улучшается. Улучшается. В смысле, характеристика по паропроницанию растет. Это получается вот второй график. То есть сначала у пленки был SD, допустим. Столько-то там, два сантиметра. Прошло 15 лет. Сколько у нее будет? Она, со временем разрушаясь, она меньше сопротивляется пару. Поэтому она как бы лучше дышит. Поэтому что дает, гарантирует производитель? Вода, непроницаемость. Это вот одно из самых главных заблуждений, которые есть среди людей. Заблуждение в том, что основная задача – это пар пропускать. Правильно? И на это дает производитель гарантию. Да, потому что есть, как я и сказал, диапазон, внутри которого все мембраны являются, все пленки являются мембранами. Вот это от 0 до 50 сантиметров SD, если мы говорим. Внутри уже, в принципе, не важно, какой у тебя материал. Главное, чтобы он попал в этот диапазон. Тогда у тебя мембрана. Тогда ты его можешь укладывать как? Без второго вензазора. Чуть-чуть мы в сторону отошли. Давай, верни вопросом обратно к теме. Почему, значит, Макс? Да, вот отлично. Первый класс. Почему Макс? Верни, Макс. Почему Альпино? Ну, я сказал Макс, это полуоговорка только. Потому что первая диффузионная мембрана, которая была вообще в мире для кровель. И мембрана не для фасадов именно, а для кровель. Была, она называлась тогда раньше, Дельта Пурафол. Она была сделана по полиуретановой технологии. По сути, то, что мы видим сейчас на столе, это просто дальний родственник. Но это тот же самый полиуретан. Первая мембрана для кровель, 1984 год. Которая пропускала пар, да? Да, она пропускала пар. Называлась Пурафол. Сейчас этот материал, грубо говоря, в нашей лейке называется Дельта Макс. Дельта Максу сколько получается с 84-го? Почти 30 лет. 6, 37 лет. 40 лет почти. Ну да, 37 лет. То, что вы сейчас используете, вот у тебя на кровле какая пленка? Дельта Макс. Дельта Макс. Знаю, ее история 37 лет. Это как Порше. В 1965 году первая модель была сделана. И 911 кузов делают до сих пор. Вот это тот же самый. В Германии она также распространена, как винты у нас в стране. То есть там самая главная пленка, это все-таки Макс. У нее SD 15 сантиметров. У нас за голову хватается. Ой, как плохо, она же плохо дышит. Да отлично все. Это нормально, потому что диапазон. Попали в него, отлично. Пленка Альпина. Это полиуретановое полотно, как на Максе. И оно сделано на том же самом станке, условно. Не условно, а прям точно. Но оно с двух сторон. Вот если у тебя с одной стороны полиуретан, с другой стороны нетканный материал такой, да? Антиконденсатный. То есть здесь полиуретан на обе стороны. То есть у нее в два раза больше. Можно сказать, что это пленка с двумя функциональными слоями. И если каким-то образом разрушается от ультрафиолета, например, ну или от чего-то механически разрушается верхний, у вас все равно есть еще и нижний слой. Это к вопросу о надежности. А первый класс, он должен быть, конечно, самым надежным. Как немцы выбирают материалы? У них есть такое понятие, называется дополнительное требование. Например, длина ската. Когда он очень длинный, это уже является дополнительным требованием. Например, сложные погодные условия в момент строительства. Сложность кровли. Есть яндовы, есть мансардные окна. Это все дополнительные требования. Есть какие-то парапеты. Одно из главных требований по весомости – это угол наклона кровли. Чем ниже угол наклона, тем, соответственно, сильнее пленка будет, ну и вообще вся конструкция, воспринимать водяную нагрузку. Дополнительным требованием также относятся длительность строительства, мелкоштучный материал, который менее… Мелкоштучный – это натуральная черепица. Любой мелкоштучный. Даже туда входят металлические листы мелкоштучные. Модульная, да, металлическая черепица. То есть, есть такое понятие дополнительные требования. Чем этих дополнительных требований больше, тем, значит, ты должен взять более высокий класс. Их всего шесть, мы знаем. Но ты смотришь, сколько дополнительных требований, и ты должен брать более высокий класс, потому что у тебя сложнее условия. А у нас обычно как бы, ну, мембрана и мембрана, да, любую там на самые даже сложные объекты берут по немецкому подходу. Это как бы неправильно. Надо это обязательно учитывать. Но самый главный, как я и сказал, это именно угол наклона. И вот, например, берем мелкоштучный материал. У него есть такое понятие, как рекомендованный угол наклона. Например, для цементно-песчаной черепицы брас – это около, по-моему, 22 градуса. 22? Ну, я знаю, что недавно мы сталкивались с кровлей. Если я ошибся, извиняюсь, но вы поняли. Смотри, недавно мы сталкивались с кровлей вивер, как бобровый хвост. У него минимальный 30 градусов. У него выше, вернее, да. Почему? Потому что она более плоская. А недавно, как раз на этом объекте, ее уложили на уклон кровли 20 градусов. Это как раз тот самый случай, когда нужно было брать более высокий класс. Есть специальная таблица. Она есть у нас в наших брошюрах. В брошюре «Техническое планирование». Где показано зависимости от угла наклона кровли фактического и от рекомендованного угла наклона для данного кровельного покрытия. Какой тебе класс нужно взять. Плюс это все умножается на количество дополнительных требований. То есть, есть ли они у тебя или нет. У тебя, может, вообще просто односкатная крыша, коротенькая, маленькая. Даже маленький угол наклона, бибель, ну, просто обычная крыша. Это будет один вариант. А если это будет сложный, а с хендовыми парапетами, мансардными окнами, да. Вопрос, мансарда это или холодный чердак, сразу два дополнительных требования. Если все остальные, это просто одно дополнительное требование считается, то утепленная крыша или нет, это сразу два. Это как, то есть, грубо говоря, показывает, что это очень весомый аргумент в данном случае. Вот, есть классы. Первый класс отличается от всех остальных глобально тем, что… Первый класс – это самый хороший. Совершенно верно. Тот, где как раз мы используем Альпину. Тем, что там не допускается никакой склейки нахлёстов между собой. То есть, нельзя использовать мультибанд. Вернее, ты можешь использовать, но у тебя не будет первый класс. Вот ты возьмешь Альпину и будешь мультибандом проклеивать, не первый класс, извини. Нельзя использовать ленты соединительные. Нельзя использовать уплотнительные ленты, то есть которые идут под видно там на на вот под контрабрешетку там этого использовать нельзя что можно использовать сейчас расскажу смысл такой что сама сам гидроизоляционный материал он должен быть гомогенным то есть он между собой должен свариваться без привлечения чего-то стороннего то есть гомогенность это когда гомо то же самое да не будем аналогии проводить так вот гомоген это когда материал сам в себя грубо говоря входит может это происходить разными способами ну например и разные материалы там сейчас очень важный момент и разные материалы там тоже могут применяться например можно битумную использовать изоляцию на первом классе ее тоже можно варить горячим воздухом она сваривается она входит только грубо говоря соединяется вот так вот без клея там со стороннего какого-то. Можно использовать ПВХ мембрану, может АТПО мембрану, ИПДМ резину взять, неважно. Главное, что ты будешь полностью все это сваривать. Никаких лент и клеев там не может быть. Это первый аспект. Второй, это то, что нельзя уплотнительную ленту использовать, и контрабрешетка должна быть интегрирована в само гидрозационное покрытие. То есть, мы берем ленту из той же самой пленки нарезанной, а мы знаем, что она одинаковая на обе стороны. И эта лента будет в будущем, и мы сегодня это сделаем, она будет сварена между собой. Вот таким образом. И получится гомогенное покрытие с интегрированной обрешеткой. Когда я это объясняю, обычно в этот момент у меня спрашивают, если я так сделаю, у меня же контрабрешетка сгниет, правильно? Но этот материал паропроницаемый, у него диффузия открытая. Да, с точки зрения мембраны она самая низкая, можно сказать, то есть она самая высокая, это плохо. Но все равно, когда вы используете пленку, которая стоит 600 рублей за квадратный метр или даже 650, не помню точно, то у вас, думаю, что у заказчика найдутся деньги на это. Это максимально топовый вариант, понимаете? Здесь сейчас мы этот момент, наверное, давайте опустим. Стоимость не надо. Приписывают. Теперь моменты. Если у нас, допустим, битумный ковер, мы же не можем его просто уложить вот так, и потом сверху обварить, потому что дерево останется реально внутри, а у битума очень высокие. Так не получится. Поэтому используются следующим образом. На сплошное основание. Когда мы говорим про первый класс, идет запись? Да. Когда мы говорим про первый класс, у нас всегда сплошное основание здесь есть. То есть это какой-то материал. Мы работаем, мы находимся на чем-то, мы не на стропилах в раскорячку стоим. Это очень важно. Ну, мы говорим про малоуклонные кровли, и это сплошное основание, но на малоуклонных кровлях очень удобно, помимо всего прочего, работать. Итак, сплошное основание на нем мы тогда должны будем сразу уложить. Если в случае использования битумного материала, мы должны сразу уложить контрабрешетку. И причем контрабрешетка должна быть... Вот он сплошной настил. Вот они, стропила. Контрабрешетка должна быть трапециевидная. Почему? Потому что битумные материалы, они, естественно, имеют право на жизнь в этой конструкции, это все нормально, но этот материал сильно более подвержен хрупкости на углах. Поэтому здесь нужно сделать более обтекаемую форму. И сверху у нас монтируется контрабрешетка. Вот эта вот обтекаемая форма, вернее? А это не битумный материал. Нам она не нужна. Если бы у нас был битумный, мы должны были бы взять, по правилам немецкого связок кровельщиков, трапециевидную обрешетку. Нам это не обязательно. Мы можем любую брать. Но, кстати, к вопросу, на малых углах наклона должна быть хорошая высота контрабрешетки. По нашему мнению, до 10 сантиметров максимум. Выше уже тоже не нужно. Выше 5, но ниже 10. Ну, как правило, это просто десятка, например, ну и 70 тоже нормально, в принципе. Окей? Едем дальше. Ты сейчас конкретно сказал про... Про любой материал, у которого высокая SD. Про демол, да, это про битумный вариант. Про любой материал, у которого высокая SD. Его все равно придется монтировать в обход. То есть, если вы смонтируете его сначала вниз... Я имею в виду трапециевидную обрешетку. Да. Это именно к каким относится пленка или материалам? Битумные материалы, да. А с этим материалом такой так не нужно? Абсолютно. То есть, мы берем прямоугольное? Обычная обрешетка, да, прямоугольная. То у меня мысль ушла, поэтому... При этом вы должны сделать так, чтобы каким-то образом он приклеивался. То есть, этот материал должен быть самоклеющийся. Или вы должны смонтировать кусочки битумного материала, закрепить механически, и потом к ним приваривать. То есть, это дополнительная работа. Она, на самом деле, очень сильно затрудняет работу и замедляет. Если у вас материал с открытым SD, вы раскатали этот ролик ударом ноги, вот так, бэнс, он раскатился. Смонтировали обрешетку, и она у вас уже прикреплена, грубо говоря. Она уже ее ветром не сдует. И дальше вы потом в будущем просто обварите. Это очень удобно. Едем дальше. Вопрос? Давай. У меня вот такой, Игорь, вопрос. Смотри, вот мы здесь, да, делаем вот так пленку, да? У нас брус сверху. Почему не применить под эту пленку, да? Сплошное же все-таки основание. И ее, то есть, вот так вот, да, без сваривания. Как ты закрепишь, вопрос? Ну, вот. Вот как закрепишь? Если ты сможешь закрепить... То есть, ее нельзя, значит, пробивать, правильно? Нет, она может быть пробита, но только в верхней части. Где у нас будет лежать... Да, здесь тогда плохо. Тогда плохо. Это, во-первых. Во-вторых, как ты будешь склеивать, когда у тебя... Сваривать, вернее, да, оговорился? Сваривать, когда у тебя вот такие вот неровности. И ты просто не сможешь... Это очень большая проблема, поверь. Потому что ты будешь сваривать, у тебя будут дырки. А это уже, опять же, но потенциально на малых углах наклона, это реально большая проблема может быть. Я же говорил... Использовать такой материал просто, вот, из рук вам плохо, но это вообще не кайф. Я видел истории, когда монтируют... Ну, русские люди, они же изобретательные. Конечно. По-разному придумывали. Я, наверное, лучше не буду рассказывать, как. Вообще, теоретически есть варианты, как можно смонтировать по-другому. Но мы их, естественно, не рекомендуем. Это самый надежный проверенный вариант. У него есть масса плюсов. Если вы возьмете вот тот самый другой способ, то там будут некоторые вопросы проблемные. Еще очень важный момент я забыл сказать. Про вентиляцию. Вот у меня здесь подготовлены специально разные узлы. Смотрите. Вот если... Не работает. Ну, ладно. На видео у нас узел, да? Который у нас, кстати, на сайте. Все узлы есть. Заходите. Там очень все интересно и полезно. Можно использовать в работе. Так вот. Мы видим утепление. Сплошной настил. Красненьким показан гидравилизационный материал. Он же мембрана. Потому что нет вент-зазора. И контрабрешетка. И там какой-то кровельный материал. Вот эта схема. Она очень хорошая. Потому что у тебя вся толща теплого контура получается просто герметичная. Как, грубо говоря... Ну, конечно, не как сэндвич. Ну, она как бы заперта со всех сторон. Из утеплителя ничего не выветривается. Туда не попадает внутрь никакой воздух. Это очень энергоэффективная история. Вот сама мембрана, она не утеплитель. Но если она плотно закрывает и не позволяет выветриваться тепло из утеплителя, она способствует его функции. Если мы берем битумный материал, какой-то битумный, то мы должны... Что сделать? Схему с двумя вент-зазорами. Это тоже нормальная история. Она тоже, в принципе, рабочая. Схема с двумя вент-зазорами. Так тоже можно делать. Но вопросы есть по вентиляции. Этот зазор, он должен быть не просто воздушным, а именно вентилируемым. То есть тебе нужно предусмотреть вход и выход воздуха между каждым пролетом. Я не говорю о том, что это более плохая схема с точки зрения выветривания тепла. Это мы просто проговорили и сейчас об этом не будем. Но здесь есть также много других монтажных сложностей. Вот этот зазор должен вентилироваться. Самое плохое для вентиляции место – это... Короче, ты основательно подготовился. Конечно. А я просто по-другому бы не объяснил. Это что? Яндова. Вот на индову уложена пленка какая-то, да, например. Или на сплошной настил уложена пленка. Вот это вот расстояние, оно будет вентилироваться до хребта. И то, если хребет сделать вентиляционно, мы же знаем, что обычно, как обычно происходит. Ну, допустим, все сделали. Но как будут вот эти вот места вентилироваться? Это очень хороший вопрос. Потому что пленка лежит прямо на вот здесь вот, и под нее войти очень сложно. Вы можете заложить здесь какие-то элементы вентиляции. Но прикиньте, во-первых, часто ли такое вы видите в жизни, а во-вторых, насколько это все-таки сложно. Поэтому схема с одним вентиляционно-зазором, она исключает эту проблему. У тебя только сверху идет воздух. Контр-брешетка не доходит до индовы, она отстает. И у тебя здесь остается вентиляционно-канал. И он один. И тебе не нужно делать вход-выход, он, вернее, тебе не нужно делать вход-выход для нижнего слоя. Он тебе один. Он называется главный вентиляционно-зазор, а тот нижний, он называется вынужденный. Только вот вынужденный лучше не делать. Это вот фото-юдо. Короче, ты рассказываешь о преимуществе использования диффузионной мембраны по отношению к битумной... По отношению к любым материалам, которые, да, нельзя использовать. Вот, например, построил человек, захотел себе такой дом. Тот, кто хотел себе такую крышу, он вообще в крыше, наверное, ничего не понимал. Это, скорее всего, была супруга человека, который себе это строит. Она просто тыкает пальцем в картинку и говорит, я хочу такое. Потому что там все очень сложно будет при этом, ее вообще не волнует. Ну, пусть так, нормально. Но человека, который этим занимается, он должен заморочиться схемой вентиляции каждого, всех каналов, посмотреть, где будет контур теплый, где будут холодные части, и каждую эту часть сделать именно вентилируемой, а не просто воздушной. Вот он, теплый контур. Соответственно, мы получаем треугольные карманы, умноженные все это дело на яндовы, на хребты, на мансардные окна, на трубы кирпичные, там, печные, там, все что угодно. Это вообще нетривиальный вопрос на самом деле. Вопросов тут нет? Едем дальше? Тут вопросов нет. То есть схема с одним вентоззором, она реально самая хорошая. Со всех точек зрения. Это на самом деле современное использование материала. Сейчас вот так вот уже технологии позволяют делать. Когда не было диффузионно-открытых материалов, не делали так. Итак, монтаж альпины. Мы проговорили, что контрабрешетка должна быть интегрирована. В случае с альпиной это делается следующим образом. Она должна быть защищена и сверху, и с торца тоже. Поэтому у меня здесь контрабрешетка крепится на болтах. Естественно, у вас это всегда саморезы, да, какие-то длинные, там, конструкционные желательно. Ну, у нас на болтах. Итак, мы делаем следующим образом. Мы должны будем уложить вот этот материал вот таким образом, но сначала нужно закрыть торец. Торец закрывается очень просто. У меня здесь нарезаны кусочки небольшие. Я делаю вот такой вот маневр. Я укладываю пленку вот сюда. Ну, скажем, там, на 10 сантиметров по центру. Что-то мне будет мешать. Завожу вверх. И на самом деле немцы говорят, что вы можете оставить воздушную прослойку. Вот так просто смонтировать. Здесь покажу более, как бы, аккуратный способ. Но вы можете монтировать и, как бы, более безалаберно, так сказать. Так вот. Это раз. И дальше мы придаем этой вот части завершенный вот такой вот вид. Таким образом она закрыта. Лишние лопухи, которые будут торчать из-под верхней части, я просто обрежу. Для этого нужны действительно хорошие ножницы, потому что какими попало, альпину не разрежешь в таком количестве нахлёстов. У меня получилась вот такая заготовка. Я её сделал один раз. Вот она. Как шаблон, да? И теперь я просто прикладываю к какой-то своей нарезке. Здесь сразу несколько штук. У меня три. У нас, может быть, больше. Просто вырезаю куски. Итак, вот у меня есть три контрбрешётки и три заготовки. Чтобы всё было очень удобно, нужно сделать следующее. Нужно обязательно пометить ручкой, в каком месте у меня она начинается. То есть вот здесь. На альпине очень хорошо шариковой ручкой обычно рисовать. Вот она. Вот здесь. И дальше мы делаем следующее. У меня в руках растворитель специальный. Это не клей, это именно растворитель. Сейчас все находящиеся в этой комнате получат. То есть, смотри, мы прежде чем устанавливать контррейку, да, должны сделать разметку такую вот? Это просто для удобства. Вы не должны. Просто я показываю наиболее простой способ. Вы можете это сделать на глаз. Но если вы раз наметите, это будет намного проще. Так вот. Чем сваривается альпина? Либо горячим воздухом, просто это обычная сварка, либо химическая сварка растворителем. Специальным? Ну, вообще-то да. Или обычным? Ну, обычный. За обычный никто не может гарантировать, какой это обычный и насколько он сварит. Может быть, она отвалится потом. То есть, альпину можно горячим воздухом сварить? Совершенно верно. Это нужен будет клей какой-то или просто? Нет, просто горячий воздух. Просто отгибаешь и филом с какой-то строительным там. Валик тебе нужен. А как узнать, сварил ты или нет? Мы сейчас это все поймем. Сейчас это все будет видно. Так вот, я беру просто этот растворитель в специальную баночку. Она не идет в комплекте, она просто отдельно продается. С кисточкой. Это доработка, ноу-хау. Пошел запах. Приятно. Как в детстве. Наверное, в конце видео будем такой бред нести вообще. Да, кстати, забыл сказать, что здесь же у нас капельник конденсата. И к капельнику альпина приклеивается с помощью клея Дельтаплен. Ну, у нас нету, мы просто опустим этот момент. Итак. Вот, обратите внимание, что изначально, да, если где-то ты пролил, просто нужно стереть. Это не страшно. Итак, если я наношу этот растворитель сюда, вот через кисточку, он идет, чуть-чуть поддавливаешь, он вот таким образом наносится. Видите, да? На самом деле нужно наносить его именно вот так, чтобы он наносился и на верхнюю часть, и на нижнюю этот растворитель. И вот, когда я это сделал, даже если я это прикатаю роликом, хорошо, долго даже, если я буду делать, все равно сразу этот материал просто отходит. Вы видите сблизи, что он поменялся, да, он уже не такой же гладенький, пошла реакция. Для того, чтобы ему свариться, нужно время. Когда мы закончим видеоролик, когда я начну отрывать, мы будем видеть внутреннюю белую часть. То есть верхний полиуретан этого покрытия с нижним полиуретаном этого сойдется. Это будет гомогенное соединение. Так вот, вот это я уложил. Потом я креплю свою контрабрешетку. Затем я креплю вот это на степлер. И варю нижнюю часть. Складки, конечно, неизбежны, но это нормально считается. Тоже самое с обратной стороны. Если какие-то лишние части выходят, сюда капельки просто легко стираешь. Что ты хотел спросить? Да я пропорту бутылки. Она нормально, да? В нужной порции подает вот этот растворитель. Ну, и главное, чтобы оно не текло. Ты, ну, грубо говоря, на третьей-четвертой обрешетке, ты уже поймешь, как это делать. А если протекло и не вытер, разрушится? Нет, просто, когда остаются какие-то следы на них есть, ну, этот растворитель, у вас вот такие вот вещи, да, есть, их будет много. Они просто лежат. Со временем оно прикипает, и когда вы начинаете убирать крышу, отрываете, здесь дырка остается. Ну, потому что материал уже полностью спекся внутрь. Это на самом деле не страшно, но это просто дополнительная работа. Как делается? Берется человек, который проверяет работу за рабочими, он просто берет белый маркер, ходит, обводит места, где нужно сделать ремонт. И тогда человек дополнительно берет маленькие кусочки и точно так же просто наваривает один на другой. На черном очень удобно, белое видно, хорошо. Итак, следующий кусок. Сейчас перевернем все это. Давай. Следующий кусок. Так, возьму вот тут поменьше который. Находим просто центр. И здесь удобно использовать вот такой вот фасонный элемент. Я просто его одеваю по центру, и мне уже удобно работать. У меня уже вот эти лопухи, так сказать, они уже для работы готовы. Но я немножко поторопился. На самом деле вот здесь тоже нужно приварить по кругу. Надо было скобу повыше брать. Надо было сперва приварить, да? Да, да, да. Ну, нужно нижнюю часть обработать. Вот так вот. Пока ты выполняешь эту работу, где посмотреть вот эту таблицу классов применения различных пленок, материалов? Ну, мы ссылочку, наверное, прикрепим, да, на эту ссылку прикрепим. Ссылку прикрепим, да. То есть там будет написано, где и в каких случаях желательно использовать альпину, правильно? Да, совершенно верно. Не только альпину, там, в принципе, по классам будет рассказывать. Ну и так дальше вверх. Сейчас беру и катываю это дело роликом. Мы с тобой прикрепиментируем, да, какую-нибудь заплатку сделаем, чтобы попробуем ее оторвать? Да, мы можем оторвать, попробовать прямо вот эту, да. Что же мы за платку? После того, как она приклеится, это уже как единое плотно, что ли, получится? Да, гомогенное считается. Гомогенное, вот запомни. Такое обзывательное слово. Ах ты гомогенное. Ах ты гомогенное. Гомогенное ты мой, да? Когда варишь растворителем, это получается сделать быстрее, чем если ты будешь варить горячим воздухом. Но, когда, например, на улице очень холодная погода, либо если осадки, то варить, соответственно, растворителем это как бы нельзя, потому что, ну, мы же не будем говорить, горячий воздух и варить. У нас нет этого фена, на котором выставляется температура. Температура от выше, от 250 и выше. Какая конкретно температура? Это нужно в данных погодных условиях потренироваться, посмотреть через полчаса, насколько она, даже не через полчаса, а через пять минут, посмотреть, насколько она... рулон натренироваться может. Ну, то есть, температура выставляется, исходя из температурных условий вообще, вот, настройплощадки в данный момент, поэтому она разная. Растворитель при какой температуре, самой низкой можно использовать? От плюс пяти. Таким образом... Да, хорошо, расскажу. Недавно были на объекте. Известная московская компания. Не будем называть. Не будем называть, но, в принципе, можно было бы, наверное. Ну, не важно. В общем, компания, которая выполняла там работы, у них была часть, часть кровли с альпиной. Мы варили эту альпину, ну, реально было, ну, минус 15-20, наверное, точно. Они, конечно, грели феном, обычным строительным феном, это место прогревали, но она точно так же. Вот обратите внимание на стенде, куда попадал растворитель, альпина приклеилась даже к дереву. Там мы клеили это к обычным окнам, к ПВХ, или как они называются, правильно. Вот. То есть, это тоже возможно. Просто более щепетильная работа получается. Вот это уже законченный вариант? Это законченный вариант, но ему нужно дать время для того, чтобы полностью свариться. Когда мы дальше монтируем обрешетку, она у нас монтируется сверху, и пленка дырявится, но в верхней части. Здесь такая большая высота, там, до 10 сантиметров, даже если сюда будет какой-то снег наметать, или и так далее, лед здесь будет стоять, верхнюю точку все равно не протечет. Но для самой там сверхзащиты можно сюда сверху еще смонтировать неплотнительную ленту, дихт, бант, и тогда у вас и эти места тоже будут надежно защищены. Что касается каких-то сложных мест, например, труба. Мы это не будем монтировать, просто на словах объясню. Есть еще специальные манжеты, которые на разный диаметр трубы подходят. Они из того же материала? Они сделаны из того же материала, это однослойный материал, то есть это просто полиуретан, который ты выбираешь нужный диаметр, одеваешь и привариваешь. Есть специальные углы, которые ты можешь монтировать, ну, вернее, это наружный угол получается. Это наружный угол. Это на окна, на трубы? Ну, трубы, например, печные, да. Вот он, наружный угол. И так же растворителем. То же самое, либо горячим воздухом, либо растворителем. Вот, если мы у нас, например, какой-то будет сложный узел, когда есть все-таки часть холодной кровли, например, идет перекрытие, поднимается скат, стена, вернее, не так, вот так вот идет перекрытие, и вот здесь вот утепление у нас, и на всей площади Альпина. Мы Альпину ведем, ведем, ведем. Здесь про примыкание никто из вас почему-то не спрашивает про примыкание. Но нам нужно запустить воздух сюда. Здесь он через примыкание будет выходить. Там вентозазор нужно оставить. Так вот, как можно сделать легко вход и выход? С Альпиной это очень действительно просто сделать, потому что мы монтируем, мы отмечаем на основе какое-то место, вырезаем лобзиком просто отверстие, прибиваем бруски, вот так вот, например, таким вот образом бруски. И сверху на них монтируем кусок фанеры, USB и так далее. И просто обвариваем сверху всю эту историю. Вода внутрь не попадает, вентиляция есть. Таким образом можно, соответственно, сделать самодельный аэратор. Либо можно использовать флекс-манжет. Ну, нету как бы мысли, что он будет очень широко использовать, потому что он дорогой, но тем не менее. Примыкание к стене самое надежное, естественно, это штроба. Пленку можно запустить в штробу и закрепить ее внутри. Таким образом никаких протечек вообще. Это называется нижняя кровля. Это реально как будто две крыши. Сколько гарантия на эту пленку? Гарантия на эту пленку? 25 лет. А срок службы? Ну, наш шеф говорит, что Пожизненно. Говорить, какой срок службы, это безответственное заявление. Это супермаркетинг. На самом деле, у него ну, 50 лет это точно, естественно, а то и больше. Просто этот срок службы во многом зависит от тех условий, при которых это было монтировано. Все. Сам материал, ну, мы уже знаем, ему, в принципе, пленка выпускается 37 лет уже. Она действительно себя полностью зарекомендовала как абсолютно надежный материал. Здесь, мы будем считать, что здесь таких пленки две, плюс методы монтажа, которые позволяют это сделать абсолютно герметично. Поэтому самая высокая надежная защита это первый класс. Почему, для чего и как это применять, в принципе, рассказал. Ну, попили мы чая, прошло 15-20 минут, и теперь будем отрывать альпину от спайки. Заходи справа, я вот тут начинаю. Если сблизи посмотреть, видно, да, неровно наносился растворитель, она как бы неравномерно пока пошла. Видишь, верхний слой этот приклеился к нижнему слою, вернее, не приклеился, а сварился. Если это все отрываешь, рвется, кстати, вообще нифига непросто, то есть она рвется уже полностью этим слоем. Мы помним, что снизу есть еще один гидроизоляционный слой. Таким образом, даже если где-то есть какая-то подтечка, все равно у нас есть еще контрольный нижний слой. Все равно это как бы неправильно надеяться на это, но это на случай каких-то непредвиденных ситуаций. Неопытный человек залез на кровлю, да? Вот таким образом мы получаем сварку растворителем Дельта Альпина супер. Лучше, что может с вами произойти, да? Лучше, чем даже первая любовь.